Насколько в наше время актуален вопрос об омерщении церкви? И как этому противостоять? Только не об омерщении, а омерщении. Обмерщении. Да, а то ещё обмерщение. Мы живы? Мы что? Этот вопрос, я вам скажу, мы говорим сейчас, всю историю. Это проблема всей истории. Всегда, всегда этот процесс, процесс присутствует. Что значит в церкви, только хочу сказать. Не смешивайте. Когда задают этот вопрос, то иногда могут просто не понимать, о чём спрашивают. Надо понять, что одно из пониманий церкви, или один из аспектов церкви, это все христиане, которые считают себя членами вот этой церкви. Ну, я вам говорю, вот я считаю себя членом церкви, а как в церковь не приду, всё, Христос воскресенье пойдёт. Какой я, интересно? Мирской я или церковный? Ну, слушайте. Вот оно, в чём дело-то оказывается. Поэтому в церкви, к сожалению, членами церкви, многие считают себя те, которые нисколько не желают быть в церкви, то есть жить по-христиански, нисколько не думают даже об этом. И эти люди часто могут занимать значительные места в церкви. Я только что вам сейчас процитировал, что они могут быть и докторами, и профессорами богословия. Слышите? Например, в Древолюционной Московской Духовной Академии, с которой был такой профессор один, не буду называть уж имя, который никогда лоб свой не перекрестил, никогда не крестился, который, когда стал главным редактором журнала Академии «Богословский вестник», в первой же своей статье, разгромную статью, против кого, вдумывайте? Против святых отцов. Профессор богословия, учтите, никто не будет. Причём талантливый человек, очень талантливый, очень многознающий человек, против святых отцов. Назвал их реакционерами, тормозом богословской науки. И чего только, какими эпитетами их не награждал. Так что вот, если мы возьмёмся вот этой внешней, понимание внешнего, понимание церкви внешнего, то вы там найдёте в церкви кого угодно, и отъявленных грешников, отъявленных преступников, наверное, тоже, скрытых негодяев, скрытых иуд, иуд, которые могут занимать какие угодно посты в церкви, вы слышите? И какие угодно иметь чины, чины и звания, и степени. Вот. Вот в чём дело. Это же надо понимать. И отсюда, занимая такое положение, они, соответственно, имеют большое влияние на направление вот этой внешней церковной жизни. Слышите? Внешней! То есть, что обозначает, как наиболее важное направление современной церковной жизни? Какие основные задачи? И если вы посмотрите на это, то увидите, насколько редко является, например, или даже вообще нет такой темы, каковы основные законы духовной жизни. Пока вы встречали когда-нибудь эту тему? Какие основные законы духовной жизни? Какие основные принципы духовной жизни? Что является самым главным? Вы не представляете, что творится? Запад абсолютно потерял эту духовную тематику! Вы слышите? Совсем потерял! Вот я говорю, вот... Ну, возьмите хотя бы журнал Московской Патриархии и посмотрите вот эти все конференции, тематику, только тематику возьмите, посмотрите, экуменических конференций, всемирных, ассамблей. Вы руки опустите просто! А если вы коснетесь докладов, то всё, вы тут же, простите меня, скиснете совсем! Одна только... Одни только внешние, внешние проблемы! Там нет проблем духовной жизни! Хочу ещё раз вам, простите меня, напомнить! Христос основал Свою Церковь с одной только и единственной целью! Слышите? Одна только цель! Это исцеление человека! Духовное исцеление человека! Даже не борьба с пьянцем и наркоманией! Этим занимаются все институты гражданские и мирские! Даже не это! Даже не сама по себе нравственность! Потому что нравственность – это нечто грубое, внешнее! Ну, что такое я нравственный, например, человек? Попробуй у меня кто сказать! Я никого не убил, никого не ограбил! Закон не нарушал! Семье верен! Так, ну-ка! Слышите? Ну, поняли, что я святой? Пора понять бы уж, наверное! Говорю-говорю, и всё без толку! А на самом деле, что там кроется за этой одежонкой нравственной? Ну-ка! Что там? Ой, никому не скажу! Никому не покажу! Никому не покажу, что там и алчность, и зависть, и тщеславие, и гордыня, и чего только там нет за этой нравственностью! Вы слышите, что нет только Христос основал церковь с одной единственной целью, повторяю, исцеление души человеческой! Теперь посмотрите на проблематику всех христианских конференций! Я говорю, конференции! Посмотрите на них, где собирается много! Вы ни одной не найдёте, где вы этим занимались! Я постоянно привожу одну конференцию, которую называл «Всемирная», которая называлась «Спасение сегодня!» Всемирная христианская конференция! «Спасение сегодня!» И вы знаете, что? Когда приехали оттуда наши представители, они как нам рассказали, была тогда ещё только одна сендальная комиссия, как рассказали, так мы все пришли в ужас! О чём угодно! О спасении от голода, нищеты, невежества, от транснациональных корпораций, от расизма и прочее! Спасение – спасение! Сегодня? Сегодня! Когда наши представители сказали, а как же насчёт того, что Христос пришёл? На них посмотрели какие-то выродки! Откуда они явились только? О чём говорят? Чушь какая! Вы слышите состояние христианства? Вот ужас! Почему об этом приходится говорить? В связи с распадом Советского Союза идеологические границы перестали существовать между Россией и прочим миром. Слышите? Их просто не стало. Вот, видите, чистый стол. Так что? Все идеи, все течения мыслей, все извращённые теории понимания христианства, все теперь спокойно существуют и могут стать предметом внимания нашего народа. «Всё, ограды снято!» Там за оградой бегали волки. Так? Ограды нет! Кто угодно теперь может здесь пропагандировать всё, что угодно! Католицизм один что только делает и ещё, боюсь, сделает. Не дай Бог, если Папа приедет к нам! Это будет такой удар по нашей церкви, по нашему народу, которого, я бы сказал, давно не было. Почему удар, скажете? А потому, что его, как правило, эти визиты Папы сопровождают оглушительной рекламой. Сотни агентств, если не тысячи всех агентств, телевидения, радио, газеты, журналы, всё, что угодно! Это будет канонада невероятнейшая! Это по всем средствам массовой информации! И наши бедные люди, которые многие даже не знают, чем отличается католичество от православия, скажут только Папу, скажут, «О, вот здорово! Надо же это! А что ещё нужно? А какая разница? Какая разница? Я вам показал только одну Терезу маленькую, да большую, а потом узнаете, да, проповедь такого лжеучения! А то думает от Филиоквы, нашли же, на что обращать внимание, папство Филиоквы! Да это тьфу по сравнению! Это важно, но по сравнению, я говорю, с той дикой прелестью, в которую может впасть христианин, который встанет на этот путь, путь, да, христианской жизни! Это ужасно! Вот, оказывается, перед чем мы стоим! Вот это надо понимать! Спасибо!